Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. С вами Павел Платонов. Поздравляю вас с новым 2020 годом и Рождеством Христовым. Мы продолжаем третий сюжет в рамках цикла «Святая Земля». И сегодня поговорим о Святой Земле в период Рождества. В это время на многих святых местах можно увидеть праздничные рождественские елки и украшения. Особые рождественские торжества проходят в Вифлееме утром 25 декабря на Католическое Рождество и в ночь 6 на 7 января на Православное Рождество в Базилике Рождества Христова в Вифлееме. На рождественский сочельник 6 января утром обычным Вифлеем на торжества приходит арабская молодежь из христианских общин, играя на барабанах и шотландских волынках. В этом году в Иерусалиме, уже став доброй традицией, второй год подряд в Вознесенском монастыре на вершине горы Елеон была совершена рождественская праздничная литургия для взрослых и детей. В ней приняли участие местные жители и множество детей. В этом году она проходила утром 7 января, часовня обретения честной главы святого пророка Иоанна Претечи. И службу совершил клирик Русской Православной Церкви за границей Иерей Роман Гультеев. Кто-то ехал на автобусе, кто-то на машине, кто-то даже шел пешком. Мы потрудились ради Господа и пришли в это прекрасное место, в это зимы, на Иоаннскую гору, в это место, которое было здесь еще давным-давно, наши братцы, русские, создали здесь на горе Еле Господа, в этот монастырь. Пришли в этот прекрасный храм в честь святого пророка Иоанна Претечи. И в этот раздельственский день мы все вместе стали петь, здесь славят Бога. Вот то, что мы с вами делали, мы поставляли Бога. Мы спели, запаривались в Куркандашку, и пели вы прекрасным, замечательным. Спасибо вам большое всем тем, кто участвовал в этой службе. Мальчики были за звечками, кто-то пьел. Спасибо большое нашему гору и матушке Юстини, которая захотелась сегодня прийти, хотя сегодня она ночью была, на автобусе вот она наутро пришла. Конечно, нужно нам с вами продолжить этот праздник, продолжить самое главное, помним, что мы знаем в ресурсах местах, которые родился в Мерчеве, в Яске, в Мерчеве. И вот в эти ближайшие дни радостные, светлые. Мы будем каждый день собираться вместе, каждый день, как можно больше делать людям добро и добро друг другу. Коротко рассмотрим историю возникновения традиций украшения елок и других атрибутов праздника Рождества в целом, а также особенности празднования Рождества в Святой Земле. Есть древнее предание, что обычай украшать елку, возник еще в VIII веке нашей эры, в результате миссионерской деятельности английского проповедника святого Манифати, в земле Саксов Германии, есть предание, что по его молитве священный для язычников Саксов дуб, посвященный Богу Тору, упал, повернул в другие деревья. Но рядом чудом уцелела зеленая ель, которую Святой предложил язычникам Саксам использовать как символ Рождества. Ее вечно зеленые ветви символизируют бессмертие, а верхушка указывает на небеса, как место обитания Бога. Более поздняя версия предания о происхождении рождественской елки связаны с началом XVII века и снова с Германией, когда Мартин Лютер установил рождественскую елку у себя дома, добавив к ней зажженные свечи. Именно из Германии в Россию традицию рождественской елки приносит царь Петр I. Но после его смерти традиция не прижилась. Новый импульс традиции рождественской елки появляется во всех европейских царских домах того периода, в том числе в России при императоре Николае I. Так было до революции. В 1929 году елку в СССР запретили совсем. И лишь в 1935 году ее вернут по приказу Сталина. Но не как рождественскую, а новогоднюю. Акцент был смещен на празднование Нового года, так как Рождество было в СССР запрещено. Обычай празднования возвращается с развалом СССР в конце XX века. Примечательно, что в Святой Земле елки, вертепы и прочие украшения Рождества начинают готовить и украшать до католического Рождества 25 декабря. Иерусалимская Греческая Православная Церковь празднует Рождество по старому стилю, в ночь с 6 на 7 января. А елки продолжают стоять практически до праздника Крещения Господня 19 января. На этом я заканчиваю наш сегодняшний сюжет и в сопровождении нашей музыки предлагаю вам совершить небольшой виртуальный тур по святым местам в рождественский период. С Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! И до новых встреч! С Новым 2020 годом и Рождеством Христовым! 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 Продолжение следует...